Итак, поехали дальше. Смотрим эту же пару. Так, так, так. Испаночка. Испаночка серьезная, настоящая. И открытый вариант. Сейчас происходит параллельно матч на первенстве мер с среди женщины. Там открытый вариант исследуется вдоль и поперек. И одну партию, правда, проиграла Мария Музычук. Но, в общем и целом, судя по всему, с теоретической точки зрения, черные здесь стоят неплохо. Но Фанечка играет там c2, c3. Ну а Дин Лирен идет своей дорогой. И играет слон e3. Так, ну вот интересно. Здесь, может быть, даже пешку на c3 вообще не надо ставить. Может, просто конь d2 можно. Или ладья d1 можно сыграть на пешку d5, прицелиться. В общем, здесь, конечно, в этом варианте надо много-много-много знать. Все-таки c3 сыграл по старинке. Я не уверен, что этот ход правильный. Я полагаю, что белые могли использовать конкретную ситуацию более эффективно. Но вы понимаете, дорогие друзья, что в блиц конкретные нюансы за доской приподнимать безумно тяжело. И, главное, долго. Здесь надо играть быстро, практично. И не обязательно, кстати говоря, идти по актуальной теории. Я не думаю, что тот же Дин Лирен или Федосеев сознательно хотят здесь что-то скрыть от соперников и от всемирной общественности. Ну, у нас Крамник и Карлсон в основном скрываются. Во время блица они стараются не играть свои основные дебюты. Потом, правда, выясняется, что в блиц они играют то, что потом и в серьезных парциях начинают играть. В общем, здесь выбор дебюта всегда большая загадка. Итак, сыгран на конь А5. Уходить слон С2 не хочется, потому что черный конь и на С4 может заползти. Но вот забавно, что так же, как и у Хоу и Фань, у Дин Лирена не развивается ферзовый фланг. Конь стоит на Б1. Не знаю, может быть это какая-то китайская мода, но вряд ли все-таки в Китае опровергли базовые законы шахмат. Надо все-таки иногда развиваться и это должно окупаться. Итак, пока белые поставили коня на Д4, очевидно хотят прогнать коня черных с Е4 путем Ф3. Кстати говоря, эта пешка может потом и на Ф5 побежать довольно быстро. Задумался Владимир. Удивительно быстро играет Дин Лирен. Обратите внимание, дорогие друзья, вроде бы такие движения плавные у китайского гроссмейстера. И вроде даже иногда думает, но на часах волшебным образом остается удивительно много секунд. Ну, я не думаю, что в Китае теорию относительности Эйнштейна поставили под сомнение, но вот обманчивое впечатление такое возникает. Ну, С5 ход принципиально, я считаю, правильный. Единственное замечание, что этот ход надо было сделать примерно в 10 раз быстрее. Взяли на Е6, БЦ, и что на Ф3? Ну-ка, что на Ф3? Там пешка на С5 же зависает. Так, Володя. Ну что, может быть Ферзь Ж5, какой-нибудь трюк? Какой-нибудь трюк? Да, вот он Ферзь Ж5. Ну, единственный способ пешку не зевнуть. Ну, тогда и в 4 можно сыграть. Ферзь Е2. Опа! И без коня остался, что ли? Ой, я уж испугался. Вы знаете, у меня прям удар чуть со мной не случился. Нет, вроде все нормально. Наши держатся. Слон С2, конь ушел на С5. Ну, структура, конечно, у черных не очень хорошая, но белая пешка на Ф4 не встанет пока. Ух ты, Б4! Какой же ход активный, энергичный сделал китайский товарищ. Ну, здесь вроде никто не спрашивает. Надо бить на Б3, А, Б и после всех взятий на Б3 что произойдет? А если конь бьет Б3 просто взять, тогда ладья А3, да? Вот такой, наверное, способ этого коня огорчить до невозможности. А угрожает Б4 по-прежнему. Этот конь на А5 подвисает. Уходить на Б7 обидно. Ну, может быть, на С6 надо уйти. Нет, вы знаете, очень смело и энергично играет Володя. И конь С1. Ну, это оптимизм молодости. Теперь, если ферзь Д1, тогда ферзь Е3 шах и конь на Д3 идет. Ну, вот такой трюк должен помочь российскому шахматисту в этой партии. Кстати, я думаю, что китайский товарищ это просто-напросто зевнул. Так что молодец, молодец Владимир. Думал долго и не зря. Я думаю, что Дин Лорен просто не заметил шаха на Е3. Потому что изначально в вариантах, когда, если промелькнет такая идея, ставишь ферзя на Д1 и вроде бы вариант закончился. Но на самом деле ближе к делу обнаруживаешь ферзь Е3. И тогда черные успевают коня на Д3 поставить. Ну, судя по всему, если это правда, если то, что я сказал, правда, тогда у черных сейчас может быть серьезный перевес. Ферзь Д2. Но это игра на отбой уже. Просто размен на Д2 и конь Д3 вышел. У черных здоровая лишняя пешка. Подождите, может быть даже две? На Е5-то как защищать? Ну, я считаю, что все прекрасно развивается для российского гроссмейстера. И в этой ситуации китайского товарища надо обыгрывать. Обыгрывать, не разбираясь в том, какой он сильный и могучий. Ну что, размен коней. Конь возвращается на Ц5. Слон Е2. Ну, а на конь Д7 и в 4 можно защитить. Ну, как-то держится еще белый из последних сил. Хотя, мне кажется, что просто ладья Ц8, конь А4, пешка на Ц5 еще слабая. Позиция белых безнадежная. Вот я смело говорю именно так. Ладья Ф4 это опять-таки что-то молодецкое. Что-то детско-юношеское. И зевнул пешку на Б5. Ну, Володя. Ну, Володя, ну как же так? Это же твоя родная пешка. Зачем отдаешь? Вот нельзя разъединять ладьи в блице. Ладьи должны соединены быть. Нельзя отправлять кого в лес, кого под рова. Ну, вот так и получается. Блестящими маневрами, блестящим тактическим решением выиграл пешку и тут же ее отдал. Элементарным зевком. Ой, Володя, Володя. Ну, прям как-то неудобно даже комментировать такое. Ну, правда, вы знаете, даже здесь, даже здесь, несмотря на зевок этой важной жирной пешки, все равно у черных перевес. Белая ладья стоит пассивно на А3. Да, пешка на А4 встает. Я думаю, что так или иначе, так, вот задумал, призадумался он, вы посмотрите. А пешку-то не съешь? Ну, ладья опять. Подождите, а почему не ладья опять? Там же нельзя было брать эту пешку после сдвоения ладей. Ну, ладно, у Володи своя здесь идея. Я думаю, что слон А4, конечно, надо было играть сейчас. И все-таки попытаться разгрузиться. А, вот теперь уже не возьмешь. Ну, хорошо, соперники, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, все-таки обмениваются какими-то неточностями. Я считаю, что здесь уже поплыли оба. Заплыв продолжается серьезный. Ж3. Ну, вот интересно, хотят ли белые войны, да? Ну, Ф4 придется играть здесь уже. Ф4. Ну, может быть, там прорыв Ф5 будет. На самом деле, открытие второго фронта выгодно белым. Потому что все-таки дальнобойный слон. А вот теперь поговорим о конкретных делах. Угрожает конь С4. Шах. Так, так, так. Слон Д3 меняться на С4 не хочется белым. Потому что у них останется очень пассивный ладье. Король Д3. Вот таким образом пытается сохранить слона. Взял, взял. Ладья С4. Можно просто сыграть. Да, заехал. Ух ты, ладья Б1. Прекрасный. Прекрасный перевод ладье. Ну, вы знаете, вот на каких-то импульсах очень интересное решение предпринимает китайский товарищ. И я так полагаю, что... Ну, здесь король Е3. Можно сыграть слона на Д3 вывести. Мне кажется, что здесь позиция обостряется. И не факт, что у ученых уже лучше. Слон на Д3 это серьезно. Так, 42 секунды. И опять-таки преимущество по времени у китайского товарища. Вот какой он все-таки хитрый. Слон Б3. Конь С4. Взяли, взяли. И ладья Б4. Да, пошла. Ладья Б4. Наверное, можно сыграть. И после размена ладей я вообще не уверен, что у черных тут хорошо. Потому что белый король идет вперед. Не знаю, не знаю. Правда, черные? Ух ты, Д4. Какой же трюк. Взяли, взяли. Размен. Оказалось, что все эти тактические удары страшные ведут к примерно равному окончанию. Я так надеюсь, что равные. Хотя за Володю вот сейчас тревожно. Потому что в центре он немножечко уступил своей позиции. Как бы не похоже. А если ладья А2? Тогда Д3, да? Так. Ну, надеюсь, что здесь черные спасутся. Хотя вот времени мало. Времени мало у Володи. Если пешка Е6 рухнет, то будет совсем плохо. Так, так, так. Взял. Ладья А2. Шажок. Король Е8. Вот приходится так играть. Потому что на король Ж6 последовала ладья Е7. И были бы проблемы. Ну, вы знаете, психологические неудобства есть у чёных. Я полагаю, что эта позиция, конечно, должна быть ничейная. Но в цитноте можно многое зевнуть. Так, ладья А1. Короля белых пускать не надо. Вот главное, не надо играть А4. Надо просто стоять. Постоять. Ладья А7. Король Е8. Да, вот для Владимира сейчас достаточно простая ситуация. Потому что он знает, что надо делать. И король Ж3. Треугольничек. Треугольничек. Нет, может быть. Ага. Вот дело в том, что в какой-то степени иллюзорную угрозу Ф5 создал китайский товарищ и спровоцировал молодого россиянина на то, чтобы он сыграл А4. Но теперь эта пешка обречена. Но там, наверное, получится ничейное пешечное окончание. Шах. И нельзя брать на А3. Ох, как интересно. Как пикантно. А теперь можно вернуться на А1. Молодец. Ох, какой хитрый. Хитрый Димитрий. Так. Король Ф3. Ладья А1. Да нет, ну ничья ставит. Ничья, конечно, битая. Причем китайскому товарищу нельзя зазнаваться. Так. Шах. Король А2. И все-таки съедает он эту пешку. Шах на Ф6. И король А3. Ну, король идет вперед, потому что белый король сейчас отсечен. Надо играть король А5. Ладья Ж6. Ну, позиция остается совершенно ничейной. Но вот если сейчас оттеснить черного короля на восьмой ряд, именно этому препятствует как раз. Владимир Федосеев. Так. Нет прогресса-то, вы знаете. Я думаю, что надо все-таки играть король А5 и ладья Ж6. Это единственный способ выбраться. Выбраться. Но, конечно, вот ты какой. Ух ты какой упорный. Ну, что ладья Ж6. А хода ладья Ж6 нет. Видим, что прицепился к пешке. И вот теперь ладья Ж6. И после шахов куда деваться. Шах-шах. Ну, там, вы знаете, белый король на Ж7 перескакивает. Я, правда, не вижу после этого, какого прогресса вообще можно будет добиваться. Ладья Ж6. Ну, так уже стояли. Так уже стояли. Так. Нет прогресса. Нет прогресса у белых. И я думаю, что позиция все-таки без больших хлопот должна закончиться в ничью. Так. А если ладья Ж4? Ну, вот именно поэтому мысль промелькнула китайского товарища. И он не отпустил королем поля Ж4. Да, предложил ничью, я думаю. Надо предлагать ничью и соглашаться. Тут ведь время можно просрочить. В какой-то момент потеряешь концентрацию. Так. Видим, что совсем мало осталось времени у льдин Леженя. И он предложил ничью. Ну что, он выиграл свой матч с отчетом полтора на пол очка. Я считаю, это очень хороший результат. И, соответственно, получилось, что китайский шахматист, наверное, сохраняет лидерство. В это время опустили все соседние доски. Но, извините, дорогие друзья, я не имею возможности информировать вас о турнирном положении. Кстати, может быть, я сейчас к судьям подойду. Может быть, они мне дадут заветную бумажку, покажут, кто лидирует. И я перед следующим туром вам это сообщу. Итак, идем на перерыв.